Всем хай! Я вас приветствую на канале Мари Геймс. Снимаю для вас новую серию семейки Дэвис. Наливайте чай, берите вкусняшки. Мы с вами сейчас начинаем. У наших семейков сейчас 3 часа ночи, но Эммочке придется проснуться. У нас же теперь есть малышки, надо их поприучать к горшочку. Эммочка сейчас пойдет, почистит тогда. Потом разбудит малышку и поприучает ее к горшку. На днях, наверное, уже позавчера вышло обновление университет. И вчера я его уже установила себе на компьютер. Я знаю, что многие, кто меня смотрят, играют на пиратке. И специально для вас я оставлю в своей группе ВКонтакте ссылку на сайт, где вы можете скачать абсолютно нормальную версию, где будет все работать, будут все дополнения. И университет, все, она проверена. Я сама оттуда всегда все скачиваю. Так что, кто играет на пиратке и очень хочет университет, переходите в мою группу ВКонтакте. Я оставлю в описании ссылочку. Вот. И я так подумала, давайте, наверное, все-таки с семейкой Дэвис мы сделаем так. Раз уж у нас вышло уже дополнение университет, я видела обзоры. Обзоры я сама снимать не буду, потому что их полно. Я видела обзоры, видела, что там есть такая вещь, как если у нас Сим рос с детства, ну, блин, как бы так сказать-то. Если мы Сима, скажем так, сами вырастили, да, развивали ему навыки, то у него, когда он подает заявку, он может поступить на определенные специальности. Вот, смотрите, Эмма должна задуматься об образовании. Взгляните на доступные варианты, изучив университеты ниже или воспользовавшись компьютером. Господи. Вот. И вот нам предлагают университеты. Но Эмма у нас уже в университет не будет поступать, я так думаю. Хотя она могла бы, конечно, поступить хоть в один, хоть во втором. Вот, видите, ей доступны престижные программы, я так думаю, будут. Вот. И я видела, что там есть такие факультеты, как биология и прочее. То есть, в принципе, у нас девчонки могли бы поступить в университет, чтобы, ну, знаете, ветеринарам тоже, как бы, нужно же выучиться, хотя бы на ту же биологию, как минимум, стоит походить. А может быть, они обе и не будут ветеринарами, знаете, может, кто-то из них пойдет по другой дорожке, потому что я видела, что появилась профессия учителя, я очень долго ее ждала тоже. Может быть, одна из них станет учителем, решит, что детей обучать это ее. Вот. Поэтому, я думаю, они все-таки поступят в университет, эти двое красавиц, и там мы уже с ними будем смотреть все. Так, что я еще хотела вам сказать? А вообще, я нарадоваться не могу, я сама еще в него не играла, я только открыла игру, сразу давай записываю для вас ролик. Конечно, сама для себя, я зайду в университет и посмотрю, что там и как. Ну, что ты там? Так, а это уже в подгузник сходила, да? Маленькая козявка. Ну ладно, будет спать, значит, дальше. Ой, Хейли вообще не выспалась. Сейчас она тогда, сейчас мама ее уложит спать. Давайте немножко ускоримся. Хотя, в принципе, Оливера уже, наверное, нет. Пусть еще поспит ребенок пока. Мам, давай укладывай ее спать. Что ты плачешь, маленький? Что такое? Плакать. Мам, укладывай ее. Так, вот разбудила Ники. Это ошибки. Так, давайте тогда мы сменим подгузник Ники. И что еще? Ну, и можно тогда ее тоже уложить спать, в принципе. Потому что она тоже не выспалась. Арчи, я вижу, что ты хочешь. Папа, иди, сходи в туалет. И выгуляешь, Арчи, сейчас пойдешь. У тебя как раз такое желание. Все. Звезды сошлись. Вы же мои пупсички. Ребят, ну, я думаю, что напишите, наверное, в комментариях, как вы считаете, хорошие идеи с университетом или нет. Или же просто открыть для них двоих ветеринарную клинику. Потому что я бы, на самом деле, их в университет для начала отправила. Это было бы более реалистично. И это у нас уже, походу, перетечет в два летсплей. Один в университете, а второй это ветеринарная клиника. Это вот прям вообще растянуть одних симов так надолго. Я даже не знаю. Вот, еще впереди челленджи. Между прочим, по большинству голосов я смотрю, что там все больше хотят 100 детей. Так что, видимо, первыми будут 100 детей. Или, бать, давай, наверное, ты тогда выходи на улицу сразу. Иди сюда на улицу. Так, это ямочки положим. Будет удобрать растения свои. Музыку я там выключу. Потому что в прошлый раз я выложила ролик, а мне прилетело нарушение авторских прав, знаете ли. За то, что вот здесь вот было слышно музыку. Там какие-то буквально 3 секунды. Ладно, папу, бери помой тогда, пока Арчи кушает. Боже, что это за зависть? Мы оставили тут ужин. Это жесть. Ладно, это я помогу тебе. Ладно, все уже. Уже совсем помогла. И иди тогда расчеши Арчи. Он у нас мохнатый, да? Дай ему лакомство еще. Даек, макарек. Вот. Целовать и тискать. И отправляйся с ним на прогулку тогда. Именно на прогулку хочу. На короткую можно отправить. Эмма, ну, конечно, работать из дома, но же дети. Смотрите, решила спортом заняться, пока есть свободное время. Главное не йогой, как обычно, а именно грушу полупить. Ты грозная женщина. Ёлки-палки. Так, я хочу это запечатлеть. Зачем я так ускорилась. Я уже разучилась, как этим пользоваться. Пусть будут фоточки, на всякий случай. Так. Все, папа у нас ушел гулять с Арчи, да? Еще не ушел. Только уходит. Давайте, идите. Все, отлично. Пошли гулять. Так, камочки, нужно тут собрать урожай, наверное, да? У нее сто пудов такое задание. Собрать цветы, вот. Иди тогда. Собери весь урожай. Мы с тобой, наверное, еще сделаем композицию, да? Создать композицию. С розой. Дежина белых роз. Такое вот можно. Оливер, я не успела отвезти тебя по твоим делам. Хотя, в принципе, у него здесь все нормально с нуждами. Так что, да, пусть идет тогда. Так, малышки уже и кушать хотят. Обе. Да, давайте им, наверное, еду сюда поднимем. Потому что все-таки двухэтажный дом. С малышами это не очень удобно. Ну, ладно. Так, здесь будет две порции? Да, как раз две порции. Надо ввести код, чтобы у меня все ставилось как надо. О, школьный проект завершили. Все отлично. Покушай. И ты, Хейли, тоже покушай. Потом поспишь днем. Малыши много спят тоже. Так, это мы сейчас оттащим тогда. Мам, как ты тут? Выполнила задание? Все? Отлично. Шестой уровень навыки садоводства. Ну, блин. Пока что зима. Пока что зима, да. Так, пятый день из семи. Кстати, когда у нас там дни рождения? Вот, смотрите, уже на следующей неделе малышки повзрослеют. Станут школьниками. А в субботу повзрослеет у нас Ольвар. Класс. Я думаю, он, когда станет молодым, мы его отправим учиться в университет. Просто вот, как бы, выселим. Ну, блин. Отправит он, короче, заявку. Его куда-нибудь примут. Мы его отправим учиться. И он там сам по себе, короче, будет. Мы будем играть дальше за семью здесь. А он там сам уже, как бы, будет, да? Не, пап, ну кого? Так, приготовление. На, у него выходные. Отлично. Вот и папа Арчи выгуливает. Блин, ребенок, тебе не холодно? Вообще не? Нормально? Капец. Малышка, ты хочешь спать? И развлекаться, и спать, да? Вот сложно ж. Куда ты идешь? Иди, этот, обними, наверное, игрушку. О, полепетай для начала, да? Ты обнимать пока не можешь. Так, а ты? Ну, ты так сильно спать не хочешь. Ты, наверное, тогда поиграй в планшетку. Всем форма. Поразвиваем мышление. То, что они повзрослеют очень быстро. Надо, чтобы они хоть какие-то навыки развили. Полепечься с единорожиком, давай. Вот, досуг хоть немножко поднять. Еще можно полепетать. И потом тогда ляжешь поспишь еще. Что-то она совсем не выспалась. Эмма, ты куда посмотреть? Ну, посмотри. Блин, как красиво. Водопадик такой вообще. Классно. Посмотрела? Иди, сходи в туалет. Смени одежду. Она домашняя. А, и ты еще зубы не чистила сегодня, кстати, да. Быстрее за работу взялась. Я думаю, что, в принципе, она может сама подать завтрак. Нет, не хочу оладьи. Оладьи уже были. Яйцо с тостом. Хотя у нас папа, в принципе, вернулся. Он тоже хочет есть, но ему еще в душ надо сходить. Сейчас он пойдет, тогда примет душ. Раньше было действие, что в душе можно заниматься в уху? Я просто знаю, что Вики Твимс это позволял, как бы, но... Чтобы в душе, в уху, по-моему, этого раньше не было. А, это же с дополнением в университете, видимо, пришло, да? Скорее всего. Я, как начинаю записывать, я начинаю кашлять. Почему-то. Так, стоп, стоп, стоп. Ты хочешь в туалетик? Папа, иди приучи к горшку быстро, пока она опять не сходила в подгузник. Папа у нас, кстати, хочет грушу побить, да? Да. Иди приучи ребенка к горшку. Давай, потом ее опять надо будет тоже уложить спать, наверное. Мам, получается у тебя здесь? Вот что значит, когда такие звездочки вокруг нее? Она как бы блестит такая. Это, типа, одежда у нее чистая или что? Кстати, надо будет одежду потом убрать. Какие-то у меня здесь стены, конечно, голые, но мы же играем с опущенными так стенками, так что, в принципе, не особо важно, я думаю. Вот, и потом тогда уложи ее, пожалуйста, спать. Вкусно тебе? Это хорошо. Папа тоже хочет есть. Малышки-то, в принципе, перекусили. А, папе еще надо будет поприучать к горшку Хейли. Сейчас тогда уложишь спать Ники, потом разбуди. Приучай к горшку Хейли. Перематываем. То, знаете, у нее вроде такое уже красное-красное было, но что-то она очень долго на горшок ходит. Не, а вы как хотели. Дети из-дети. Второй уровень. Отлично. Она теперь сама сможет включать к горшку Хейли. Так, мам. Мам, ты тоже не выспалась? А, ну, конечно. Прокутили всю ночь. Кстати, надо будет украшение убрать мне. Прокутили всю ночь. Теперь, конечно, да. Пап. Ах, ясно. Она уже в подгузник сходила. Ну, класс. Так, тогда смени подгузник. Почистим. Я думаю, Ники у нас сама, в принципе, может лечь спать. Она хочет с Арчи потискаться, да? Подражать. Нет, ложись, давай спать, солнце. Хочешь говорить с игрушкой? Поговорим обязательно. Открыть подарок. Все уже. Папа, обязательно туда уходить? Чтобы сменить подгузник. Ты сменил подгузник или нет? Хорошо, что я здесь мусорку поставила. Еще протрешь пол тогда. Ой, Оливер в школе. Да? Давайте, скажем, с кем-нибудь познакомиться. Он у нас, в принципе, хорошо учится. Пап, смени ребенку подгузник. В чем проблема? Она что, грязная должна ходить? То-то же. Понимаете ли, что делается он здесь. Ребенка еще, между прочим, искупать нужно. Да, сначала тогда искупай. Купать в ванне. Хейли. Как он долго это все делает. Давайте немножко на перемоточках. Потому что это все очень долго. И уложи ее спать тогда. Потом еще протрешь пол. Вот такой у нас у папы сегодня день. Выходной вроде бы, но нифига. Папа вкалывает по полной. Оливер с кем-то познакомился в школе. Скажи, пап, не пожравший? Уже три часа дня, он еще не ел. О, Оливер вернулся. Какой тебе компьютер? Сразу за компьютер. Иди для начала давай покушай. Тоже за компьютер сразу. Конечно. Можешь вон пойти посмотреть комедию какую-нибудь. Все, пап, иди тоже возьми себе завтрак. Короче. Мам, ты поспала? Давай тогда просыпайся. А то ты потом не будешь спать всю ночь. Давайте она немножко, наверное, йогой позанимается. Надо себя в форме держать. Тут двойню родила. Хотя, в принципе, она и так неплохо выглядит. Спят маленькие. Опять эта колбочка не пропадает. Бесячая. У нас только малышки, мне кажется, никогда не выспятся. Пап, ну а сесть? А сесть никуда? Разве нельзя? Нет, у нас нет стола. Вон, Оливер пошел киношку смотреть. Молодец, ребенок. Сразу себе и еду, и досуг поднимает. Что нам ему нужно-то? Завести друга подругу навек. Давайте кого-нибудь пригласим, тогда поболтаем. Так, с Эви мы познакомились только. Где есть какая-нибудь подружка? Так. Что-то не очень, да? В принципе, с родителями-то можно становиться друзьями навек. Ну, давай пригласим тогда эту соседку. Пусть придет, девчонка, поболтаем. Болтать с Лимом. Давайте поболтаем с подружкой, а не с Лимом. С папой ты еще наболтаешься. О, пришла. Какой у нее комбинезончик. Иди пригласить войти. Пап, тебе делать нечего? Иди, сходи вон в туалет. Иди вон тут, почисти снег. Ты видишь, какой? А Оливеру надо пообщаться. Рассказать выдуманную историю. Анекдот про мультики. Ну, что, симпатичная девчонка, кстати. Мне нравится эта причесочка. Пойдет настроение. Искренний комплимент. Скорчить рожицу можно тоже, да? Дурачиться. Заводим подружку на век. Мне кажется, она отлично подходит на эту роль. Может, они потом, когда подрастут, начнут встречаться. Кто их знает. Кому там записка осталась? Читай записку. Нет, не надо тебе читать записку. Ты тут дальше болтай давай. Нам надо по максимуму сегодня с ней поднять дружбу. Говорить о погоде. Про любимых животных давай поговори. Выдуманную историю еще раз расскажи. Обсуди дроби. Полезное действие. Борить не надо. Поговори об игрушках. Посылайся на поп-идолов. Отлично. Можешь даже похвастаться оценками. Все. Болтайте. Мам, ну ты че тут? Ты у нас молодец? Молодец. Расчеши Арчи. И отправься с ним еще на пробежку. Папа с ним с утра погулял. Так, что тут можно сделать? В принципе, наверное... Пап, че у тебя там нужно еще? Званый обед? Не, мы не хотим званый обед. Вон, ты хочешь сделать снежного ангела. Сделай, пожалуйста. Малышки. Так, у тебя средненько все. Вот, ты немножко поспала. Давай тогда поиграй всем в формы. Подними себе досуг, а то вообще... Так, а тебя надо, наверное, поприучать горшку, да? Пап, разбуди тогда потом. Ники, приучай горшку. Ох, я не представляю, как мы будем играть в эти сто детей. Что это будет вообще? Вы представляете, сколько там детей одновременно будет? Это жесть какая-то. Я за ними, за всеми, пойди, не услежу. Оливер, а че вы перестали болтать, а? Иди сюда. Она пошла к малышкам, да? Она, наверное... А, вынести мусор. Какая хозяйственная девочка? Давайте ее добавим в группу, потом идти сюда вместе и сделаем вместе домашнее здание. Давай, папа, разбуди и поприучай к горшку. А, я тебе уже сказала, да, приучать к горшку? Отлично. Все у нас такие молодцы. Но это чисто такие долгие дни из-за того, что выходные. И у папы, и мама работает из дома. Надо будет к следующей серии снять. Хотя нет, почему снять? Там же у нас должен быть канун Нового года. Да-да, я тогда оставлю. Пусть будут украшения. Праздник какой-то хоть. Нам потом весной надо будет еще куда-нибудь выбраться. Я уже... Руки чешутся у меня, короче, посмотреть уже дополнение в университете. У меня все равно есть сохранение, в которое я там сама играю. Бывает когда-нибудь, время от времени. Надо будет зайти и посмотреть, что там к чему. Так, домашнее задание выполнено. Вот, отлично. Молодец. А где девчонка? Нет, значит, уже ушла. Порисуй, наверное. О, какой рисовать? Так, проверь карманы и замись стиркой, пожалуйста. И здесь то же самое. Мама, я не помню, вытащила там белье или нет? Да, мама вытащила, отлично. Это мы сейчас выбросим. О, отлично, вернулась. Так, 8 часов вечера, да? Ты уже у нас хочешь заняться собой? Иди тогда, прими душ. Сходи в туалетик. Мне, конечно, интересно, как будет в уху в душе выглядеть. Я говорю, вообще ничего не пробовала. Я только заставку увидела. Так, все, 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 Хейли, ложись спать. Раз хочешь спать, ложись. Так, ребенок, иди полепечи и ложись тоже спать. Папа тогда... Не надо никого проверять. Папа тогда у нас тоже пойдет сейчас, наверное, быстренько примет душ. Да? Мам, давай, быстро ополоснуться в душ. Оливер вон у нас стиркой занимается. А что ты? Его здесь даже не было. Она заранее его выгнала, короче. И я потом хочу, чтобы они попробовали заняться в уху в душе. Мне интересно посмотреть. Я надеюсь, что там не будет ничего такого. Ну, да, по идее, не должно быть. А то вон у них уже шкала романтики упала. Потому что дети, 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 дети. То беременные, то еще что-то. Куда вы идете? Прикольно. Я же на этот душ показывала. А почему они пошли в этот? А, ну ясно. Видите, мы видим чисто только пар и сердечки. Ну, понятно, как с чуланом, да? Ладно. Ну что, все равно прикольно. Хотя странно то, что я показывала как бы на этот душ, а пошли они в этот. Это очень странно. Ну, ладно, ребятушки. Я тогда заканчиваю эту серию. Оставляйте свои комментарии по поводу будущего наших малышек Хейли и Ники. Я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока-пока.